Всем привет! Прямой эфир с Катей Мирошниченко. Здесь на Amy Official World новая коллекция, яркая. Если январь у нас была такая, знаете, подборка розовых цветов. Февраль – это основная локомотивная коллекция, которую мы будем продвигать всю весну-лето. Это Soulful Morning, это Pastel, да, и там этих оттенков аж 8. То в этом месяце мы решили вас порадовать вот такой яркой коллекцией. Я не так давно делала обзор по трендам через цвет, и, конечно, Pastel очень много. Это как основной такой тренд, то, что сейчас зашло на рынок. Но яркие цвета, они никуда не делись, они все еще с нами. Это такой однозначно тренд. И сейчас я сделаю вам выкраску этой новой коллекции. Посмотрите, я уверена, что вы влюбитесь в эти цвета. Поехали! Так. Итак, что у нас тут? From Down to Dusk. Отличная коллекция. Сейчас мы фильтр отключим. Так, отключить фильтр, чтобы вы цвета посмотрели. Вот она, эта коробочка, эти цвета. Сейчас мы с вами выкрасим эту вкусняшку. Здесь три основных цвета локомотивные, которые трендовые. И к ним три дополнительные, потому что всегда, когда создается коллекция, делается акцент на несколько оттенков, которые мы берем из трендбуков. Это то, что транслируют модные дома, это то, что транслируют институты цвета, в частности, тот же институт Pantone. И к ним мы уже добавляем, разбавляем какими-то базовыми цветами, которые всегда популярны, ходовые. Это то, что всегда в ассортименте будет востребовано у любого мастера, потому что есть разные категории клиентов, которые потребляют те или иные оттенки. Это, конечно, для клиентов, кто любит такую, знаете, вот прям базу-базу. Возможно, часть цветов здесь для теплого цветотипа. Это цветотип лето, это цветотип осень. Но сейчас видите, вот таких аспектов, как цветотип, не всегда является таким, знаете, порогом принятия решения, покрывать этот цвет или нет. Зачастую просто нравится, не нравится, подходит под цвет кожи или не подходит. Итак, как всегда, красивая коробочка, которая у нас превращается в очень классную подставку. Кстати, обратите внимание, модный красный и модный зеленый. Это если брать категорию цветных оттенков, это одни из самых модных цветов сейчас. Так вот мы с вами переворачиваем. И наша коробочка превращается вот в такую удобную подставку. И что у нас сюда входит? Так, вот здесь что-нибудь на заднем плане вот так красивенькое поставим. Натюрморт был законченный. И здесь у нас, как всегда, ложечки, 6 ложечек и наклеечки. И наклеечки. Обратите внимание, кстати, на мой новый маникюр. В этот раз я сделала белый стемпинг и взяла декорации из бокса Dolce. Поэтому, у кого вопросы будут по моему маникюру, еще раз напомню, у нас есть роскошный бокс Dolce. И там есть классные декорации. Я эти декорации просто обожаю. Как только бокс продажи закончится, мы обязательно сразу же выпустим декорации еще отдельно. Вот, пока декорации продаются только в рамках бокса. Ну что, поехали. Чтобы снять вопросы, какие цвета, чего, как. Ну, давайте начнем, наверное, с моего фаворита. Это зеленый. Вы знаете, что я люблю очень оранжевый. Я люблю очень зеленый. И я люблю очень розовый. Так. Вот, это мой фаворит. Да, в Европе декорации для бокса Dolce, скорее всего, также будут отдельно продаваться. Но, опять же, все будет зависеть от того, какие будут продажи у Dolce. Вот. Я не знаю. Мне кажется, вот, кстати, Прага как раз отдельно декорации не будет выпускать. Вот. Россия, скорее всего, точно. Так. Ну, поехали. Зеленый. Я сегодня объясняла девочкам. Зеленый. Это такой, знаете, цвет листвы. Вот, когда листва только начинает выбиваться из почки, она имеет такой маслянистый, желто-зеленый. Вот такой, знаете, цвет молодой листвы, который только-только начинает вылупляться. Вот. Поэтому это зеленый такой вот с большим количеством желтого подтона. Это сейчас очень популярный цвет. Не, руку правую не буду показывать, там у меня фигня. Так. Юль, дай мне перчатки, пожалуйста. Мне надо перчатки одеть, чтобы она вас не смущала. Это у меня там просто девчонки сидели, ковырялись, тестировали. Так, поехали. Какой вкусный, правильный, идеальный зеленый. Это прям вот тренд. Интересно. Да, без разницы. Цвет молодой листвы. Цвет молодой листвы. А то у меня все вопросы задаю, что у меня на руках. Так. Ну, смотрите, он... Нет, девочки, это не горчичный. Это вот именно зеленый. Понимаете? Это прям вот зеленый. Многие спрашивают, зеленый из аффирмации. Давайте сравним с зеленым из аффирмаций. Вот. Зеленый из аффирмаций, он тоже из этой темы трендовой. Вот. Это тоже модный оттенок, видите? Но он только пастельный здесь. Получается, этот пастельный, а этот такой вот яркий. Это аффирмация. Грин. Это зеленый цвет из аффирмации. Он тоже очень классный. Оба оттенка, это все тренд. Это прям вот ярко выраженный тренд. Они отличаются очень сильно, потому что это такой классический. Здесь нет белого подтона. А здесь именно такой вот он пастельный. Так, следующий цвет, конечно же, очень модный, потому что красный не сдает своих позиций. В этом сезоне также модно быть одетой в красные оттенки. И красный сделали, конечно, такой сочный, летний, очень яркий. Многие думают, что он какой-то там морковный, оранжевый. Но он вот прям вот тут, он просто красный. Это никакой не оранжевый. Это вот просто красный. Огнище. Ой, я наклеечку не наклеила. Сейчас наклеечку наклею. Это прям такой красный-красный. Это у нас номер. Где это у нас? Правда, наклейка, смотрите, оранжевым выглядит. Хотя это такой красный. Нет, феррари он в сторону алого. А этот, может быть, в сторону оранжевинки. Но здесь нет оранжевого пигмента. Вот еще раз. Это вот очень важно понимать. Вот кто понимает производство гель-лаков, но вообще красного цвета. Вот здесь такая неон-пигментная паста, которая сделана на основе именно просто красной пасты. Здесь ничего не добавлялось, кроме пасты. Вот поэтому здесь никакой желтый цвет, оранжевый. Ничего сюда не подмешивалось. Это вот такой красный. Вот он прям красный. Может быть, чуть-чуть уходит в теплоту. Это такой, знаете, вот теплый красный. Феррари он тоже теплый, но он больше в сторону алого. Вот. А это прям вот красный-красный. Короче, кайф. Кайф, кайф. Так, и коралловый. Очень много сейчас вот такого. Ну, нельзя сказать, что он прям вот коралловый. Нет. Это что-то между персиком, кораллом. Но это спокойный оттенок. Да. Это не пастельный персик, который идет в пастельной коллекции Soulful Monique. Это такой вот благородный оттенок. Вот. Но сейчас этой одежды очень много. Сейчас прям модно сочетать, во-первых, в одном луке оранжевый и красный. Вот. Поэтому обязательно попробуйте сделать маникюр с этим. Но он не оранжевый. Это, знаете, как это выбеленный цвет. Получается такой полукоралл, полуперсик. Сложный цвет. Он не яркий. Он прям такой, знаете, благородный. И я бы 406-й отнесла прям даже к базе. Это вот прям база. Поэтому 403, 404 и 406 это вот три трендовых цвета. Давайте. Сейчас я вам покажу. Это для тех, кто боится сделать ярко-оранжевый, да, на маникюре. Можно попробовать вот такой цвет сделать. Такой спокойный, приглушенный, немножко с грязнинкой персиковый оттенок. номер 407. Вот. И к этой коллекции добавили, чтобы это было вообще, ну, во-первых, очень классно смотрелось. Понятно, что нюдовый. Вообще классный нюдовый, 405-й. И два базовых. Смотрите, классный ягодный. И вот такой вот... Как же это, эти оттенки... Блин, из головы выпало. А ну, девочки, скажите мне, к какой категории потона это относится, цветовая гамма? Марсала. Вот, к оттенкам Марсалы. Вот номер 407. Это относится к оттенкам Марсалы. Просто здесь такая, видите, она Марсала через белило идет. Очень хороший такой базовый цвет, который, знаете, неважно какой сейчас месяц, год, есть прям процент клиентов, которые будут пожизненно покрывать вот этим 407 цветом ногти. У кого такие клиенты есть? Так, давайте мы покроем бежевый. Очень красивый бежевый. Ой, ну нюдовый вообще кайфовый. Он холодный здесь, кстати. Несмотря на то, что коллекция такая тепленькая, да, но вот нюд здесь специально поставили холодный. Не ставили, ставили теплый нюд. Ну, потому что нюдовые оттенки теплые, они на ногтях не всем идут. Вот. Поэтому, несмотря на то, что коллекция такая тепленькая, нюдовый цвет здесь холодненький у нас. Шикарный. Ой, прям вообще. Аж скушать хочется. Аж скушать хочется. Вот, смотрите. Это то, на основе чего создавалась эта коллекция. За основу брали вот эти три оттенка. И к ним уже вот вторая пара. Вторые, вернее, оттенки, которые три штуки я сейчас буду украшивать, они как дополнение шли. Вот. Ну что, готово такими цветами покрывать ногти сейчас весной-летом. Огонь просто. И мне же прям скушать хочется. Скушать хочется. Так, давайте. Вот такой ягодный цвет. Тоже такая база-база. Ягодных цветов их много не бывает. Есть прям девочки-женщины, которые любят темные оттенки через сливу. Не через бордо. Да, вот есть кто любит черные. Кто любит темные оттенки через коричневый. А есть вот люди, которые любят через бордо и через сливу. Вот это вот категория цветов сливовых. И это тоже база. Этот цвет 408, он прям к базе относится. Это то, что всегда должно быть в ассортименте для таких женщин. Вот кто любит вот эти сливовые оттенки. Ну, классный он. Такой с белиночкой чуть-чуть. Прям чуть-чуть. Прям буквально белиночки, чтобы он не смотрелся таким, знаете, чернильным. Как чернила черный, да. А за счет того, что сюда добавили чуть-чуть белого, он получается таким вот ярко выраженным ягодным. Так. Надо будет сейчас дизайн с вами сделать обязательно. Так, ну и вот как раз оттенок, я называю оттенки марсалы. Вот. Ну, марсала, она, конечно же, разная бывает. Это прям не марсала. Ну, я называю, это, знаете, это относится к категории марсалы. Так, 407-й. У кого 407-й будет пользоваться популярностью? Пишите в комментариях. Ну, вы согласны с тем, что это такая прям база тоже? Это такой базовый цвет, который всегда должен быть в базе. Так, и давайте финал. Можно сделать вот так сейчас скриншот. Эти гель-лаки есть уже на Emi Shop, есть у дистрибьюторов. Так, нет, сейчас будем дизайнник с вами делать. Так, поехали. Дизайн. Ну, дизайн буду делать, скорее всего, со стемпингом, с декорациями. Это у меня любимая последовательность. Сначала мы делаем стемпинг, потом мы добавляем слайдеры, а потом мы добавляем шермиконы. Или наоборот, стемпинг, шермиконы, а потом уже в конце слайдер. Так, ну, давайте сделаем такой вот вариант. Зеленый, наверное, вот с оранжевым. Очень ярко. Я думаю, вот какой первый нанести. Ну, давайте, наверное, 406 нанесем как основу. Сушим. Так, для стемпинга я здесь могла бы взять пастельный зеленый, да? Но лучше взять, наверное, ярко-зеленый. Юля! Юль! А дай мне зеленый стемпинг, классический зеленый цвет. Мы сейчас возьмем классический зеленый. Вот. А пластинку мы возьмем вот эту. Как раз сюда прям вот пальмочки бросятся. Так. Так как мы начинаем со стемпинга, нам требуется сейчас слой теклоса обязательно. Слой теклоса идет. Сушим. Так, что мы сюда подберем из слайдеров? Ну, давайте. Давайте ромашки сюда возьмем, да? Здесь можно, кстати, без шармиконов сейчас поработать. Так. Акварельные ромашки номер 108. Можно вот такую ромашечку взять. Водичка. Блин, господи, а где мой пинцет? Где моя вода? Юля! А, мне нужен пинцет и вода. Не могу найти. У меня есть бардак такой на столе. Так. Сделали. И зелененький цвет. Эти я возьму, наверное... Хотя этот тоже бы сюда подошел. Ну, давайте, наверное... Блин, я же забыла. Я хотела вот этот зеленый нанести абстрактно пятнами. Пардон. Ну, так бывает. Вот так. Сушим. Сейчас еще раз придется теклос наносить. Так, ромашечку приготовили. Можно было бы, конечно, обезжирить. Мои девочки, вот кто технологи, они, конечно, никто теклосом не покрывают. Им впадло, они все время обезжиривают. Я не люблю, короче, обезжиривать. Поэтому по желанию. Хотите обезжиривать и цветной гель-лак, и делайте стемпинг. Я упорно наношу теклос. Мне так больше нравится. Так. 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 Не на весь ноготь Не хочу на весь ноготь Так, сушим Лак Можно здесь, кстати, стемпингом Сделать Так, двухсторонний скотч Сейчас я принесу Юлия, у меня двухсторонний скотч Двухсторонний Так, я хочу, что сейчас сделать Здесь у меня есть любимая мошка Я все время вам эту мошку показываю Либо можно сейчас бабочку взять, раскрасить Для этого берем отдельно кусочек скотча двухстороннего И сначала Наверное, розовый можно будет сюда раскрасить Возьмем розовый стемпинг Лак И возьмем черный Так Ой, надо еще разочек Что-то пошло не так Еще раз Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Чуть-чуть подсушим Жирновато лак нанесла Вот здесь видно Может размазаться Ладно, сейчас попробуем В принципе, хорошо Все И теперь Дайте просохнуть Потому что это очень много лака Ромашучку мою Ромашечку Я, наверное, вот здесь По этой границе наклею Как раз Будет прикольно А для ромашечки Можно либо на весь ноготь Можно вот так вот частично нанести Здесь по-любому лучше на весь нанести Потому что вот лак Это такая штука Его нужно Перекрывать дополнительным слоем Перед тем, как финиш нанести Потому что мы все равно Слайдер будем приклеивать Почему бы не перекрыть Торец обязательно Топ-слайдером Здесь на стемпинге Вернее, на этой пластине Здесь очень много разных цветов И насекомых И понятно Здесь это все Можно превращать Вот в такие Цветные прикольные штуки Видите, сколько мух Они все дырявые Есть, конечно, трафаретные Вот раз-два Вот это ты не раскрасишь А вот это вот все Можно красить Видите Стрекозки Бампочки Такие разные Они все красятся Классно Так И так как слайдеры Все на белой подложке Их лучше клеить При помощи Так, уже высохло Короче Дубль два Лучше клеить При помощи Штампика Сейчас излишки Движениями вниз Подпиливаем пилочкой Все И перекрываем Уже финишем Единственное Сначала нужно взять Ультрабонт На всякий случай Перекрываем Финишем С вами И сушим Так, какое еще Можно сочетание Сделать Давайте посмотрим Можно сделать основу Бежевую Например И добавить Яркие пятые Например Красный И зеленый Тоже будет классно Давайте сейчас Попробуем С вами Обязательно Кто только что Присоединился К эфиру Сегодня я делала Выкраску Коллекции Новой Обязательно Пересмотрите Начало Так, сейчас Берем основу Нют Сушим Так, здесь Можно взять Другую Пластину Вот этой Пластиной Поработаем Здесь Вот такой Вот есть Прикольный Вариант Сейчас Мы, наверное Его и сделаем Не весь А вот кусочек Вот этот Паттерн Он вроде И как Через Гранж Такой Неформал Но он Очень романтичный Так Эту пластину Убираем Добавляем К бежевому Теперь Красненький Который Вы думаете Что он Морковный Но он Красный Он просто Очень теплый Красный Сушим Суши В нем Даже Знаете Вот Какой-то Чуть Неончика Присутствует Как будто Вот там Есть Еще Чуть Неончика Скорее Всего Даже Светится Будет Точно Он Светится Чуть Чуть Поэтому Он Никак Не Оранжевый Потому что Многие Думают Что он Морковный Он Именно Такой Красный Но Он Очень Яркий Красный Все Добавили Классное Кстати Сочетание Нют Красный Зеленый Как вам Вот это Сочетание Темность Получилось Тоже Вот Такой Светлый Оранжевый Оранжево Персик Видите Как С зеленым Классно Сочетается Тоже Прикольно Так Нам Снова Понадобится Двухсторонний Скотч Видите Это Двухсторонний Скотч И Возьмем Что мы Сидят С вами Черный Вот Я не знаю Не хочется Брать Черный Или Черным Сделать Сейчас Я гляну Так Снова Перекрываю Текласом Сушим Наверное Возьму Либо Сейчас Вот Такой Персиковый Оранжевый Либо Мы Возьмем Прям Классический Красный Юля Дай мне Красный Классический Светло Оранжевый Лучше Сюда Сейчас Я посмотрю Да Наверное Оранжевый Так Что Мы Сделаем Сейчас С вами Все Сделали Я Хочу Просто Этот Паттерн Не Весь Отпечатать А Только Кусок И Кусок Наверное Вот Без Этого Солнца И Вот Здесь Без Меча Можно Вот Эту Штуку Тоже Убрать Короче Видите Я Выборочно Просто Не Все Буду Отпечатывать Берем Лак И Вот Чуть Чуть Добавим Бабочки Тоже Прикольно Смотрите Все Этот Вариант Готов Можно Было Кстати Беленьким Еще Подкрасить Ну Ладно Я Просто Не Открыла Сразу Белый Лак Когда Лаками Работаешь Стемпинг Надо Быстро Работать Если Какой-то Лак Забыла Открыть Уже Нет Смысла Открывать Иначе Все Высохнет Хотя Можно Было Еще Беленьким Подкрасить Так Ну Как-то Так Вот У нас Сегодня С вами Была Выкраска Обязательно Пересмотрим Особенно Кто Только Что Присоединился И Два Варианта У нас Было Всем Большое Спасибо За Внимание Всем Пока Пока Субтитры